И российское посольство потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Грэмма про Путина. Посол заявил, что слова сенатора неприемлемы и возмутительны. Грэмм заявил, что человек, который уберет этого парня, то есть Путина, окажет стране и миру большую услугу. И спросил в Твиттере, найдется ли в России свой Брут или Клауш Талфенберг, исторические личности, известные и так далее. Я не понимаю, я услышал этого Грэма, а что же они меня-то не услышали? Если бы мы получили в 2014 году от них дживелины и стингеры, то не надо было бы эти стингеры и дживелины небольшое количество в Украину ввести. Потому что никакой войны не было, потому что Путина не было. Мы бы его уничтожили еще тогда. Мы же обращались многократно, они нас не слышали. А теперь он нам кричит, этот сенатор. Я понимаю, что это пиаровский ход такой. Но что ты нам кричишь? Слава, вы думаете, они вас слушают? А вы думаете, мы ни разу к ним не обращались, что ли, Саша? Я уж рассказываю ту историю, которую Жень 500 раз рассказывал. И я еще тысячу, что когда я был в Черногории, обратились к ним с просьбой, с единственной. Помочь выехать из Черногории. У меня ни единого документа не было. Меня там путинцы обложили. И, в общем-то, мы как бы разговаривали о том, что мы не оппозиция, а сопротивление и прочее, прочее, прочее. И Женя обратился к такой просьбе, в Госдеп так называемый. Знаете, через сколько ответили? Они должны ответить через месяц. Они ответили ему через пять минут, что со своим Мальцевым. Понимаете, да? Сразу прям. Он не успел до дома доехать ему в машину. Позвонили и сказали, все, все, не надо никаких Мальцевых. И так далее. Понимаете? То есть, сам факт того и пугал, что они со мной как-то через кого-то пообщались. А вдруг Вова-то Путин узнает про это. Обращение госсекретаря Блинкина к российскому народу. Какие молодцы, блядь. Вот они вспомнили про российский народ. Когда российский народ 30 лет у них на глазах грабили, беспощадно. Они помогали тем, кто грабит. И сейчас помогают тем, кто грабит российский народ. Да? А тут вот они обращаются. Так же, как миллионы людей по всему миру выступают против агрессии Москвы. Мы выступаем вместе с вами, требуя от ваших лидеров прекратить эту войну. Ни о чем. Ни о чем. То есть, он сказал, мы готовы тем, кто выступает против Путина на территории России, оказать всяческое содействие. Вопросов нет. Это совсем по-другому бы прозвучало. Вот там телефоны для связи. Вот горячая линия. Давайте, связывается. Как бы они нам помогли. Очень здорово. Просто одним таким заявлением. Там сразу бы половина от путинцев отскочила. Сразу бы, вот как он это сказал, все, сразу бы отскочило. Мы бы их подобрали и содеяли то, что планируем. Так что я предлагаю вот сенатору Грэму все-таки взаимодействовать. Не просто так, ура, там, пять баллов, да, там, найдите Штауфенберг, и он все вопросы всего мира решит один Штауфенберг. Не решит он один Штауфенберг. Как и в прошлый раз не решил. Для этого нужны были союзники, и нужно было побеждать Гитлера. А если вы хотите, чтобы он решил, то все союзники помогайте этому Штауфенбергу. Понятно. И вот мне сегодня позвонил очень важный юрист, очень серьезный, да, и вспомнил, что я, это по поводу вот Блинкина, его заявления и прочее, как они против. Что я в свое время, очень давно, ну и периодически я возвращаюсь к этому вопросу, предлагал в мире, да, антидиктаторское законодательство, да, принять. Ну, мы понимаем, что мир не может принять, да, антидиктаторское законодательство, ну, потому что, может, кто там, организация объединенных наций на генеральной ассамблее, но это никого ни к чему не обязывает. И поэтому даже был придуман механизм, каким образом придумать закон прямого действия антидиктаторский, который был бы обязательным к выполнению всеми жителями планеты Земля, да, то есть это прямое голосование человечества. То есть все абсолютно, где бы они ни проживали, да, подписываются, регистрируются и голосуют по каким-то общечеловеческим вопросам. Вот антидиктаторское законодательство, обязательное к исполнению каждому, должно быть отголосовано на таком общечеловеческом референдуме. И тогда такой друг, как Путин, как только доходит до определенной точки, должен уничтожаться просто сразу. Чик и нет этого. Любой страной, любым человеком, любой организацией и никаких за это не должно быть последствий. Наоборот, поощрение только. Поэтому мы рано или поздно к этому придем, или человечество погибнет. Слишком серьезное сейчас оружие, слишком серьезные амбиции вот этих придурков, да. Но раньше они там сидели в своих дворцах и могли максимум поскакать на конях и с каких-то баллистов стрелять, да, и так далее. И не более того. Поэтому сейчас, конечно, все изменилось.